Девочка-пай Телефоном судові виконавці пояснили, що Інна з донькою проживають у своєму гуртожитку незаконно. Немає угоди з тим, кому ці будинки належать – відкритим акціонерним товариством «Мостобуд». Хоча квитанції на оплату оренди та комунальних послуг Інна Ходус отримувала регулярно і сплачувала їх теж. Якщо інша сторона, тобто організація, яка дають право на жилье, присилають мені квитанцію, я розумію, що договор автоматично продлівається. Іначе на основі чого я оплачую їхні услуги. Інша жертва примусового виселення Олексій Дорубайло погодився віддати квартиру добровільно. Неймовірно, але у відібраній квартирі одразу оселився суддя, який виніс рішення щодо примусового виселення сім'ї з двома маленькими дітьми. Дякую за перегляд! 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 Окупанты! 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 виселять украинца из его собственного житла но в ответ они получают защиту обычного украинца а в последствии и в перспективе они получают украинскую социальную и национальную революцию Слава Украине! Слава! Рейдеры! 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 Жизнь и проходит из GPS! Хай покажем, где лист на выполнение, в том числе. Я вас сейчас поприцаю, что вы сейчас против державного выполнение службы, при выполнении выполнение выполнение службы. Супротив мы ничего не решили, ты не показал документы, перепрошу, вам ротать. Документы нужно показать службовец государства. Есть закон про государственную службу. Почему не показал ты посвященник сначала? Почему ты навел на нас людей? Почему вы не показали посвященник? Я вас не извиняю, я вас не извиняю. Вы государство, вы просто убиваете людей. То, что вы сейчас сделали, у меня сейчас от этого нападу болит голова. Потому что меня только что побило. Где вы были своими посвященниками, я не вижу. Уже после нападу вы сейчас тут показываете и перед журналистами освятите какими-то законами. У меня нормальная освита, я, прошу, знаю закон. Покажите сейчас лист, за которым вы пришли. Не нужно меня попереджать, я перепрошу. Я сказал всем, я сказал журналистам, вы пройдете, безусловно пройдете. Нема никаких проблем. Будь ласка, проходьте. Проходьте, виконавцы, проходьте. Проходьте. Вчора подали нашим адвокатам до суду, стосовно зміни способу виконання, виселення цієї люди. И вы сейчас, даже с глядой на судовую постановку и на это новое проведение. Я вважаю, что у вас нет никакой правовых основ. Мы вас будем пускать. Но мне интересно только одно вопрос. Почему вы не предъявили посвящение, но дали команду людям на нас нападать? Мы тут не бойцы. Я студент, они студенты. Почему студенты из свободы должны защищать человека, который собираетесь? Что эти студенты должны? Кто вам перешедлает? Заходьте, пожалуйста. У нас не нужно. Закон на стороне Саулька, закон на стороне Саулька. Закон на стороне Саулька, закон на стороне Саулька, закон на стороне Саулька. Державные руководители, можно сказать, что это уже какое-то злочинное группирование, поскольку оно действует за предыдущей зловой с государственными руководителями. Они бьют наших свободистов, они прискают газовыми баллончиками, и, соответственно, мы видим, что это уже переходят в любые понимания межа. Они делают это для того, чтобы освободить эту квартиру и вселить тут кого-то своего. Ну, конечно, мы свободисты, мы местные, пока мы можем, мы будем обеспечивать права украинцев. Как вы думаете, чем эта ситуация завершится? Надеюсь, что эта ситуация завершится тем, что Вадим Сеоленко приватизирует эту комнату и будет жить тут. И будем сподіваться на гражданство. Так. Спасибо.